15 октября стартовала Всероссийская перепись населения – важное мероприятие для всей страны. По её результатам даётся оценка динамики изменений важных демографических, социальных и экономических показателей за прошедшее десятилетие. Собранные сведения послужат основой для прогнозирования численности населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране на ближайшие годы. Впервые ответить на вопросы переписи можно будет как с ассоциационарного компьютера, так и с мобильного телефона. На портале Госуслуги можно заполнить анкету не только за себя, но и за всех своих домочадцев, проживающих в одном домохозяйстве. После проведения опроса вам будет выдан QR-код на всю семью, и вы этот QR-код всё равно должны будете показать нашему переписчику, чтобы он удостоверился, что перепись проведена именно на портале Госуслуги. Тех, кто по каким-то причинам не хочет или не может воспользоваться порталом Госуслуги, после 15 октября Росстат приглашает на переписные участки. Их в городском округе – 60. Один из участков будет работать в центральном офисе МФЦ на улице Свирская. Стационарные участки у нас будут размещены по всему городскому округу Щёлково. Там, где у нас находятся общественные организации, дома культуры, чтобы людям было удобнее туда добираться. Адреса стационарных участков можно узнать на сайте страна2020.ру. В городском округе 360 переписчиков пойдут опрашивать людей по домам. Отличить сотрудника Росстата можно по нескольким деталям. Это портфель, с которым он находится, с именем Росстат или Федеральной службы государственной статистики. Также у переписчика на шее будет тёплый шарф с логотипом Всероссийской переписи населения. Также он будет одет в светоотражающий жилет. У переписчика обязательно должно быть удостоверение, которое будет заполнено во время переписи. И это удостоверение будет действительно при предъявлении паспорта. Над программой переписи помимо специалистов Росстата работал коллектив десяти научно-исследовательских институтов и организаций. Жители России, те, кто проживает в стране более года, ответят на 33 вопроса переписного листа. Основные сводятся к сбору сведений об участнике переписи, его домохозяйстве и жилищных условиях. Иностранцам предложат ответить на семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания. Для сбора и последующей обработки большого массива данных переписчики будут использовать планшетный компьютер. Каждому жителю нашего городского округа Щёлково должен прийти переписчик. Пожалуйста, уделите ему небольшое количество вашего времени, и это будет очень важным вкладом в нашу работу. И мы достойно проведем перепись и получим хорошие результаты. Перепись в России проходит каждые 10 лет. Очередная должна была состояться в 2020-м, но из-за пандемии ее перенесли на год. Сплошной опрос будет проходить месяц и завершится 14 ноября. Михаил Налютов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...